Скандальная история вокруг котельной компании Теплоэнергосервис продолжается. Отопительный сезон в Забайкалье наполовину пройден, но это не говорит о том, что с уходом зимы уйдут и проблемы жителей многоквартирных домов, которые отапливаются от забелинской кочегарки. Многочисленные аварии вынудили и сити-менеджера Читы, и городских депутатов, и самого собственника компании выйти из тени и рассказать о том, что отопительное оборудование требует не только внимания специалистов, но и больших денежных вливаний. И оказалось, что еще в прошлом году господин Забелин предложил властям забрать котельную в собственность города, а потребителей подключить к центральному теплоснабжению. Оценил тогда Забелин свое имущество в 107 миллионов рублей. Такая сумма не устроила руководителей городской администрации, и сделка не состоялась. Котельная с вышедшими из строя котлами продолжала кое-как отапливать объекты и неумолимо засыпать щетинцев черной сажей. Не спасли отредных химических осадков ни предписания Минприроды, ни проверки Роспотребнадзора. Ильвинная часть города до сих пор находится под толстым слоем черной сажи. Вся сажа, весь пепел, весь этот смрад заходит в комнату, даже в квартире дышать кечем. Все черно, снег черный. Я живу в том доме, но суть-то все, ветер меняется, сажа летит, все черно вокруг. Гарит там много, конечно, потому что окна открываешь, на подоконниках прям все черно стоит. Ну, чувствуется, очень чувствуется, Гарит. Грязи много. Машины здесь стоят, если у кого-то возле подъездов, все черные, всю зиму прям вот. Даже на мойку машину загоняешь, после мойки через день она уже в таком вот состоянии. Вот буквально мыли два дня назад. Вот, пожалуйста, смотрите. Люди выкладывают в интернет фотографии грязных автомобилей, публикуют видео с черными тротуарами и детскими площадками, а также опасаются выходить на прогулку с детьми, под страхом заработать себе и своему чаду ряд заболеваний дыхательных путей. Вот она, плата за невозможность чиновников решить экологическую катастрофу в центре Читы. И, к слову, дымит котельная сейчас намного лучше, чем греет жилые дома, школы и детские сады. Такая сажа у нас. Собирая коммунальную плату с абонентов, предприниматель Забелин в страданиях людей винит городскую администрацию. По его мнению, чиновники не согласились покупать у него котельную. Это и послужило причиной того, что сотни потребителей этой зимой замерзали. Себя бизнесмен виноватым не считает. На Бутину 39 уже сейчас поговаривают о передаче котельной в собственность города на безвозмездной основе, выделив в будущем на модернизацию котельной почти 40 миллионов рублей. Этот вопрос сейчас якобы прорабатывается собственником теплоэнергосервис. Руководство компании же планирует ремонтировать кочегарку летом этого года и ничего не говорит о бесплатной передаче городу. А пока читинские бизнесмены и представители местной власти пытаются договориться, люди продолжают каждый день задыхаться от угольной сажи, получая при этом очень сомнительного качества тепло в свои квартиры. В это время правительство Забайкальского края создает целый совет по качеству жизни в регионе. Создать создали, а вот придумать, кто в нем будет состоять и чем он вообще будет заниматься, пока никому неизвестно.